Работники завода «Авиагрегат» 20 лет назад получили дачные участки, расположенные в Махачкале, именуемые в народе чехские земли, так как до 90-х годов эти земли принадлежали колхозу имени Амара Чехского. Большинство из дачников исправно оплатили налоги, освоили свои шесть соток и даже построили дома. Но 4 года назад они были переданы Карабадахкенскому району. С тех пор оформить их в собственность люди не могут. Кому же на самом деле принадлежит земля, выяснила Патимат Бурзиева. Вот садоводческие книжки 10-й, 11-й, 96-го года. Вот взносы все оплочены. Алимат Букарова регулярно платит налоги за садовый участок земли. Шесть соток женщина получила в 92-м году, работая на заводе «Авиагрегат». Я даже сейчас деньги принесла, взнос платит за этот год. Вот. Я у токарного станка работала, шестом цеху токаря. Я пешком сюда добираюсь, это земли обработали. Таких, как Алимат Букарова, садовом обществе «Авиагрегат» несколько сотен человек. Все они в прошлом работники завода. Другие организации, это общество слепых, есть ветераны войны, беженцы, тому подобные много организаций. Мы получали это общество, 20 гектаров земли, разделили, вытягивали все. Так, как по жребиям вытянули и свои номера получили, и осваивали эти участки. Но четыре года назад их участки, согласно решению депутатов Народного собрания, передали Карабудахкенскому району. После чего у дачников и начались проблемы. В 2005 году городу подчинялся, в 2012 году уже перешел Карабудахкенский район. Граница изменилась. Они, вот этот оставший участок, который в Карабудахкенский район попал, все под себя сделали. Сделали кадастровый учет и дачи для Карабудахкенского района. Общая зеленка у меня не получается никак. Многие из них за 20 с небольшим лет освоили свои 6 соток и даже построили дома. Как теперь им быть, люди просто не знают. Дом построили 6 лет назад. Говорили, без дома, без фундамента, значит, зеленка не будет давать. И я тоже начал потихонечку свои копейки, значит, которые завод получаю, строить дом. Первый уже говорит, это не ваши участки, это не ваши, это Карабудахкенские земли, значит, там. Они обращались во всевозможные инстанции, писали письма и даже решили судиться. Десять лет я мучаюсь, Карабудахкен мне ничто не дает, никакой документ. А так я вот в этом году обратился туда. Потому что в прошлом году была отсечена кадастры учет сделали. Я прошу отменить это решение Карабудахкенского района и вернуть с удовольствием товарища авиагрегат в границах. В администрации Карабудахкенского района на этот счет свое мнение. Они считают, что дачники самовольно заняли их земли. Территория данного товарищества располагается по факту, по заключению экспертизы, на территории 24 гектара, 24,56. И, соответственно, все лица, располагающие вне пределов 20 гектар, на оставшихся 4,5 гектаров, по факту являются самовольным занятием земельных участков, расположенных на территории Карабудахкенского района. Но по генплану, представленному в земельном комитете города Махачкалы, району было передано только 18 гектаров, из которых на 14,5 находятся участки садоводческого товарищества авиагрегат. Откуда взялись еще 6 гектаров, на которые якобы претендуют дачники, они не знают. Часть территории, площадью 18 гектаров, взяли вот этот кусок, отрезали. По новому земельному закону о статусе границ муниципальных образований, фактически оказались эти люди за чертой города, на территории Карабудахкенского района. Закон по их мнению на стороне дачников. В любом случае, согласно закону земельного кодекса Российской Федерации, статья 84, если даже включают другие населенные пункты, это землепользователи, землевладельцы не теряют свои права. Они могут в любом случае оформить свои земельные участки на территории Карабудахкенского района. Земельный вопрос пока остается открытым. Спорную ситуацию, говорят, в земельном комитете можно разрешить только в судебном порядке. Первое заседание суда состоится совсем скоро, в начале следующего месяца. Патяна Бурзиева, Саид Кутиев, Рамазан Амаров. Время новостей.